Телеканал КРТ представляет Что они точно не имеют прав гражданских Что они там десятилетиями не имеют права голосовать и так далее И вот таких вот людей поставили в том числе в Минскую подгруппу К чему это приведет? Это приведет к еще более радикальному отталкиванию Донбасса Ну собственно Украина на протяжении 14-го, 15-го, 16-го и так далее лет Она занималась тем, что отталкивала так называемые оккупированные территории Что делали с Крымом? Отрезали воду, вводили плакаду, как промышленную, так и продовольственную Отрезали электроэнергию, причем в ущерб себе, то же самое делали с Донбассом Делают Делали, да, и делают с Донбассом Ну то есть отрезали железнодорожное сообщение, отрезали продажу продуктов на Донбасс Лишили пенсии, лишили пенсии и так далее Лишили возможность получать документы То есть отталкивают и показывают, что это вот вы к нам не возвращаетесь Может быть позиция власти такова, что действительно эти люди мешают Мы же с вами прекрасно понимаем, что электоральная карта Украины до 14-го года Выглядела несколько иначе, чем сейчас Мы с вами прекрасно понимаем, что голосуй Крым, голосуй Донбасс Которых вырезали, которых вот сейчас по закону они граждане Украины Как они там к этому относятся, но по закону украинскому они граждане Украины Их вырезали, им не дали возможности голосовать В итоге картина абсолютно исказилась И прошлая Верховная Рада, которую там называли Наибирь патриотичная Верховная Рада Так извините, за эту Верховную Раду половина населения Больше половины населения просто не голосовало Потому что за кого голосовать? За Сеню, за Петю, за самопомощь, которая мусор по всей Украине гоняла и так далее Жители Донбасса нужно услышать, чего они хотят Мне ситуация в взаимоотношениях между Донбассом и Украиной Тут есть два аспекта Кто от кого ушел и кто, извините, кто сепаратист и кто заколотник Был государственный переворот в 2014 году, в Киеве произошел В Донецке, в Луганске тогда этот государственный переворот не признали В Крыму тоже не признали государственный переворот Может быть в этом проблема Может быть нужно слушать, говорить с теми людьми, которые готовы признавать Донбасс Но не хотят Если бы хотели мира, конечно бы говорили с этими людьми Ну и вторая аналогия, которая между Донбассом и Крымом с одной стороны А с другой стороны Украиной Вот есть взаимоотношения Все мы люди, как бы у каждого, у кого-то была девушка, у кого-то был юноша И были разные отношения, когда иногда расставались по разным причинам По разным причинам разлюбили там, ну полюбили другого, еще как-то И вот девушка разлюбила парня И парень что начинает делать? Он начинает поджигать ей дверь Он начинает под эту дверь гадить Он начинает всем соседям рассказывать Она, женщина низкой социальной ответственности, вы с ней не гуляете И при этом он говорит, что вы на доме повернете Я же ей кохаю Я ей так хохаю, что... Давайте, может, без таких суровых аналогий Мне кажется, это аналогия, которая дает возможность понять Отношение современной украинской власти к Донбассу Вот рассказывают, как мы любим людей Донбасса Но при этом никто не задумывается над тем А как должны были выживать более миллиона пенсионеров Донбасса Луганской, Донецкой области, когда у них пенсию забрали И потом ставят еще в вину Ах, какая нехорошая Россия Она денег дала пенсионерам Донбасса А что они должны были сделать? Они должны были умереть с голода? Ну, по замыслу тех людей, кто это сделал Это сделал указом Порошенко Это было сделано по представлению Кабмина Яценюка Потом это поддерживали Кабмина уже Гройсмана Который злостно не исполнял решение суда Признавшего, что невыплата пенсий Это неправильно, незаконно Так вот, по-моему, аналогия очень понятная, доступная И вот если с этой точки зрения посмотреть на конфликт То, знаете, просматривается ряд альтернативных решений Ситуации с установлением мира для Донбасса Да, мир изменится Ну, мир, миропорядок Но мир будет, и люди не будут гибнуть И будет развитие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok